В детский лагерь спорткомплекса Шериф приехал в зоопарк. Детям не просто показали животных, но и разрешили поиграть с ними. Больше всего детям понравилась енотиха, а еще все хотели подержать на шее змею и потапать хомяка. Вот эти зверушки, которые развлекали детей из лагеря. Здесь и ежик, который вечно хочет спать, и спокойные рептилии. Но больше всего детям нравится такой же ребенок, как и они, енотиха Луна. Ей всего 4 месяца, и она очень активная. Ребята ее прозвали Педро. Почему? Потому что он из тренда Педро, 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 Педро. Енот вообще бамбезно паркует. С комячками играли больше девочки. Вот они сделали для них домик из кепки. А эти парни вспомнили другую игру с комячком. Спрятались за беседкой и пытаются его тапать. У нас комячок из игры одной. Какой? Ну, который тапать надо. А этот парень, видимо, недавно смотрел мультик «Тайная жизнь домашних животных». Проверяет, слышит ли его игуана. Не помахай, если ты меня не понимаешь. Помахала? Не сильно. Получается, понимает, но парень больше не захотел с ней общаться. Другой объект обожания у детей – змеи. За удавом становились в очередь. Мне нравятся все, особенно змея. А мне больше всего хомяк со змеей понравились, потому что они такие милые. А как ты думаешь, если бы хомяк и змея встретились, что бы было? Тогда бы хомяк или змея… Тогда бы они родили хомяка-змея. Нет, тогда бы змея сжала с хомячка. Съела бы его? Нет, не съела, а сжала, что ему… А слава? Да. Дружба между хомяком и змеей в представлении детей возможна. Они даже попытались их подружить прямо на месте. Но взрослые подстраховались, и ни одного хомяка в итоге не пострадало. Хомячок мне понравился тем, что… Ну, это же хомячок, он такой милый, пожалуйста, ты так классный, когда он по тебе лазает. Мне понравились все, но, по-моему, моя домашняя крыса милее. Мне понравился зайчик, потому что я люблю этих зайчиков, но еще мне понравился хомячок. Хотела бы еще? Да, еще хочу питомца. Теперь домой надо прийти и сказать маме, я хочу хомячка. Мама, я хочу хомячка. Родители этих детей говорят, если отправите своего ребенка в лагерь, положительные эмоции ему обеспечены на весь год. А еще можно сделать, как этот парень, все снять на телефон и потом хвастаться друзьям. Как отдыхал, занимался спортом и участвовал в прикольных конкурсах. Последняя смена в детском лагере в спорткомплексах «Шериф» стартует 19 августа. Места пока есть. Александр Большаков, Александр Кракелан, ТСВ.